Алиев. Отношения к азербайджанцам в России очень позитивные. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на встрече с руководителями диаспорских организаций, осуществляющих деятельность в Санкт-Петербург Российской Федерации. Ильхам Алиев отметил, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области живет и действует очень большая азербайджанская диаспора. На протяжении многих лет председателем этой организации является Вагиф Мамишев. Знаю, что проживающие здесь азербайджанцы, как достойные граждане России, вносят вклад в общее развитие России, а также поддерживают связи с исторической родиной, совершают поездки. Мне известно об этом, и это очень положительный факт. У меня были многочисленные встречи с президентом Владимиром Путиным. Все они были очень продуктивными. Вопросы обсуждения на этих встречах и принятие решений впоследствии находят отражение в жизни. Было много взаимных визитов на уровне министров. Председатель Совета Федерации России, госпожа Валентина Ивановна Матвиенко, в апреле посетила с официальным визитом в Азербайджан. Были визиты и других должностных лиц. В конце года ожидается очередная встреча. Министр экономического развития России прибудет в Баку, после чего вместе с коллегами отправится на границу и откроет новый мост через реку Самур. В этом году состоялся очень успешный официальный визит Мехребан Ханым в Россию. Визит был организован на очень высоком уровне. Встреча с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, вручение президентом Мехребана Лиевой Ордена Дружбы – это, конечно, большие события. Нам известно, что президент России в очень редких случаях принимает лиц, не являющимся президентами. Это исключение является свидетельством отношения президента России к Азербайджану. В Азербайджане к президенту России также относятся с большим уважением. Конечно, президентам принадлежит особая роль в развитии двухсторонних связей. В рамках визита Мехребан Ханым встретилась и с премьер-министром, и с председателем Совета Федерации. «То, что на выставке достижений народного хозяйства вновь открылся павильон Азербайджан, конечно, является историческим событием», – сказала глава государства. «Как участник этих дел и инициатор многих вопросов, я с полной уверенностью могу сказать, что сегодня российско-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне в истории. Уверен, что проживающие в России азербайджанцы ощутят это в повседневной жизни, потому что отношения к азербайджанцам в России очень позитивные. Они живут спокойно, многие из них, можно сказать, абсолютное большинство, очень активны, обладают большими возможностями в науке, в образовании и в бизнесе. Азербайджанцы уже представлены в законодательных органах в областях и крупных городах России. Число граждан азербайджанского происхождения в России составляет примерно 700 тысяч. Также есть много граждан Азербайджана, которые приезжают в Россию работать или в командировку. Поэтому нынешний уровень российско-азербайджанских связей представляет большую ценность как для проживающих в России азербайджанцев, так и для нас, сказал глава государства. В Азербайджане также живет и работает большая русская община. Самая крупная на Южном Кавказе русская община в Азербайджане. Они, как наши братья, вносят вклад в общее развитие Азербайджана. Поэтому считаю, что наша встреча в конце года имеет особый смысл. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Прошу передать мои приветствия всем нашим соотечественникам, проживающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сказал глава государства. Приветствую, дорогие подписчики! Прошу вас поддержать канал своими лайками. Делая это, вы помогаете продвижению роликов в Ютубе. И не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok